Привет, ребятишки! Значит, сегодня Геннадий Гудков или Генка Гудок, любитель клаксонов и стробоскопов и, конечно же, его сыновья. Ну, очередной оппозиционер, борец за справедливость и порядок. Вот это подарок так подарок. А то там Медведев, Навальный. Тьфу! Таракашки! Маленькое отступление вначале. Почему мы критикуем оппозицию? Там, например, Навального или вот этого Кренделя, Гудкова или остальных, а не действующую власть? На самом деле мы и критикуем действующую власть на примере того, что вот эти вот люди, якобы оппозиционеры, они, ну, как минимум, такие же. Мы же их сравниваем постоянно, говорим, что вот это так же. Тем самым-то мы и критикуем власть действующую Путина, у действующей власти масштабы содеянного настолько огромные, что нет смысла раскладывать их по полочкам. И без нас этим много кто занимается. Не повторять же за всеми остальными то же самое. Действующая власть – враги, с врагами просто. А вот что делать с этими оппозиционерами-революционерами, в кавычках, которые полезли сейчас, как грибы после дождя, приходит наглая путинская до мозга костей морда и говорит, «Я свой, ребята! Вы что, не узнаете, что ли?» Это как в конце 80-х. Верхушка КПСС, та ее часть, которая понаглее, сразу резко стала застрельщиками всего нового и демократического. Сейчас опять, судя по всему, часть общества, оппозиционно настроенная, ведется на это и готовит очередное широкомасштабное наступление на эти старые грабли. Я поэтому и не верю ни в какие революции в ближайшее время в России, потому что это одна из причин, по которой она не состоится. Ну вынесите вы Путина, хотя вряд ли. Так у вас уже очередь стоит из таких, как он, на его место. Под их руководством вы и собрались его выносить. И этого почему-то никто не видит, не замечает, не слышит и даже говорить об этом не хочет. Возвращаемся к Гудкову. Я думал, что уйдет немало времени о том, чтобы в интернете откопать его старые грешки и высказывания. Но оказалось, что достаточно просто посмотреть в Википедии, что про него написано. Допускаю, что там написано далеко не все. Но все равно то, что там написано, хватает с избытком, чтобы усомниться в правдивости оппозиционных взглядов, которыми не так давно стал баловаться герой нашего видео. Начнем с того немного хорошего, что известно про Геннадий Владимирович. Он в свободное время увлекается игрой на баяне. Баян это хорошо и в свободное время занимается спортом. Неясно, правда, что это за спорт такой, при котором ему удается держать себя в столь великолепной спортивной форме. Еще про меня пишут, что у меня морда наглая и жирная, как у чиновника. Какие чиновники? 1956 года рождения, 60 лет ему, место рождения Коломна, Московская область, ну тут РСФСР, СССР. Есть жена Ревушка и двое ребятишек, Димочка и Володька. Про ребятишек мы сегодня отдельно поговорим. Димку много кто знает, он прописку в Госдуме получил, как положено, с Эх Москвы не вылезает. Вот он. Ух, красавец. Ну а младшенький Володька хулиган. Он и его род деятельности малоизвестны широкой аудитории. Далее, мелочевка. В декабре 2014 года Геннадий Гудков приобрел скромную элитную квартирку. Внимание на дату, декабрь 2014. На тот момент он уже называл себя оппозиционером. Площадь квартирки 137 квадратных метров в центре Лондона за 2,5 миллиона пунктов стерлингов. Это в рублях 185 миллионов 642 тысячи рублей. То есть, Гудков при путинской власти является миллионером и при этом очень-очень надеется, что когда власть перехватит оппозиция, он будет жить, видимо, еще лучше. Этого недостаточно. На этом с хорошим все. Далее анкетка, как раньше говорили, и список его подвигов. А анкетка у товарища Гудкова не ахти. Не только с точки зрения оппозиции, а в принципе с точки зрения порядочного человека. Масса противоречий и неопределенностей. В 17-летнем возрасте написал письмо Андропову, чтобы выяснить, как можно начать службу в КГБ. Ух ты. При этом, дед по материнской линии, Владимир Сергеевич Хованский стал жертвой сталинских репрессий. Ну ты как, ты с кем? Тебе на деда наплевать, что ли, на своего получается? Окончил факультет иностранных языков педагогического института по профессии препод английского. Пока учился, подрабатывал игрой на баяне на свадьбах. При этом, был заместителем секретаря комитета комсомола вуза и наверняка боролся с личностями, живущими на, допустим, нетрудовые доходы. Он, с одной стороны, секретарь комитета комсомола, а с другой на баяне лобает. Кто его вообще на эти свадьбы приглашал? Секретаря комитета комсомола. Он же и стукнуть может потом. Что вы там на этой свадьбе творили? А не только на баяне играть. Потом армия во время службы вступил в КПСС, после армии работал в Коломенском Горькоме в ЛКСМ сначала инструктором, а затем зав.отделом спортивной и оборонно-массовой работы. С 82 по 93 год работал в органах госбезопасности СССР, в КГБ и ФСБ. Прямо как Путин. Окончил школу контрразведки КГБ имени Андропова. Все-таки объяснил тебе Андропов, как в КГБ попасть. Это еще один порядочный человек, который вышел из разведки. Вот как Путин писал в какой-то своей книжке, что когда он первый раз встретился с Киссинджером, который из Америки приехал, и Путину выпала честь его встретить в аэропорту, то Киссинджер ему сказал, вы где работаете? Путин ему говорит, в разведке. И Киссинджер ему говорит, многие хорошие порядочные люди начинали в разведке. Стукачами начинали по месту своей работы и учебы. И по свадьбам ходили, на баяне играли заодно. Уволен без права ношения оружия и военной формы и одежды с должности оперуполномоченного УМБ РФ по Москве и Московской области. Военное звание на момент увольнения майор. Как депутату Госдумы присвоено воинское звание. То есть он подпал ФСБ с 99-го года. Тоже вот внимание на год. 99-й он стал полковником запаса ФСБ, ему присвоили это звание. И именно в 99-м Путин стал президентом. Ну хотя может быть это просто совпадение, может у него срок подошел, там же в запасе по сроку набавляют звание. Полковник запаса ФСБ в 2003 году. Все-таки подозрительно быстро у него растут звания в запасе, особенно при режиме Путина. На данный момент Гудков старший является полковником ФСБ в запасе. Значит был он 11 лет кадровым сотрудником КГБ ФСБ. При этом во время службы в Коломенском городделе КГБ увлекался чтением антисоветской литературы. Нахрена ты вообще в это КГБ пошел? Чтоб там антисоветскую литературу читать? Хромает дисциплина у офицера КГБ Гудкова. С 1992 года еще до увольнения СГБ президент охранного объединения Аскорт. Вот суть. Не будучи майором ФСБ в 92 году президентом охранной структуры не стать. Сбылась мечта чекиста разведчика закрутили бизнес. Создатели владелец группы компаний Аскорт холдинга охранных агентств развившегося в 90 годы бизнеса. По сообщениям СМИ к 1996 году в фирме работало около 3000 человек из которых больше половины были бывшие сотрудники спецслужб или правоохранительных органов. Такие ментяры сучные. Через третьих лиц контролирует ряд ЧОПов среди которых Аскорт Потан а также в родном городе Коломна Арсенал Сармат Аванпост это охранное предприятие которое под его контролем. С 97 по 2001 год Гудков был членом консультативного совета при директоре ФСБ в который входили руководители частных охранных компаний а также был заместителем председателя комитета Госдумы по безопасности. При этом неоднократно выступал в разных передачах на телевидении где с пеной на губах доказывал что для России в целях борьбы с терроризмом необходимо применить израильский метод собирался валить террористов и заложников без суда следствия и переговоров израильский метод он под собой понимает то что никаких переговоров с террористами не ведется то есть если человек захватил заложников то ему дает какое-то время сдаться разговаривать и договаривать с ним не собирается все после этого там проходит 2-3 часа штурмует всех валят кто уцелел тот уцелел кто не уцелел тому не повезло но террорист при этом должен знать что если он пошел на захват заложников то живым он оттуда не выйдет вот это предлагал Геннадий Гудков сказал что только так мы поборемся в России с терроризмом к сожалению я не нашел этого видео где он говорит потому что это была передача не про него он просто в ней участвовал но он в общем-то там есть видео где он в госдуме примерно доносит то же самое свои вот эти вот резкие взгляды на борьбу с терроризмом абсолютно идиотские на мой взгляд здесь вот непонятно потому что другой активный член оппозиции Борис Немцов очень сильно обижался на Путина из-за того что тот его не пускал на переговоры в Норд-Ост когда захватили заложников и опять-таки при штурме Беслана школы палили из пушек по школе то есть Немцов очень негодовал сказал что это Путин просто какой-то недочеловек что он так делал при этом твой соратник по оппозиции призывает к тому же как вы там уживаетесь то в своей оппозиции если у вас взгляды диаметрально противоположные даже вот на борьбу с терроризмом израильский метод борьбы с терроризмом это то как освобождает заложников Путин Гудков твоему предложению в Госдуме прислушались вот интересно если не вести было бы переговоров в Норд-Осте и в Беслане как призывает Гудков сколько бы там людей погибло оттуда бы живой вообще никто не вышел так дальше политическая карьера ну я основное выберу депутат Госдумы РФ с 3 по 6 созыв это с 2001 по 2012 год изначально вошел в депутатскую группу народный депутат это такое название у группы какой вот вот они придумывают такие названия народ что там какой народный депутат ты 20 лет как ГБшник при чем здесь народ зампредседателя народной партии РФ называлась она НПРФ в 2003 снова был избран в Госдуму от Коломенского округа набрав 46,97% голосов за вот эту вот партию НПРФ проголосовало всего лишь 1,19% и партия в парламент не прошла и в итоге Гудков и некоторые члены вот этой НПРФ вошли во фракцию Единая Россия в 2004 стал председателем партии НПРФ вот этой своей СМИ связывали вот это его назначение с тем что предыдущий председатель свалил из этой партии из-за того что некоторые ее члены включая Гудкова вошли во фракцию Единая Россия после этого Гудков много рассуждал о слиянии своей партии с Единой Россией вел какие-то переговоры но этого слияния так и не состоялось почему-то значит 11 лет Гудков был депутатом Государственной Думы стенько менял свою ориентацию при этом из-за запрета заниматься коммерческой деятельностью на посту госслужбы передал свою должность президента Ассоциации охранных структур Аскор на тот момент по данным СМИ занимающую лидирующую позицию на рынке охранных услуг своей жене при этом реальным владельцем оставался сам хитрый ты такой то есть якобы всем она владеет ничего у тебя нет ты просто слуга народа никакой коммерческой деятельности то есть как говорится закон порядка требует ты главное перепиши на кого-нибудь тогда можно главное переписать 14 сентября 2012 года Госдума лишила депутатского мандата Геннадия Гудкова путем открытого голосования СКР и генпрокуратура обвинила его в следующем незаконная коммерческая деятельность и отмывание денег за рубежом и еще один косяк за ним был обвинение вот о продлении полномочий гендиректора микрорынка коломенский строитель что указывает на незаконное занятие бизнесом то есть я так понимаю он еще в связке с какими-то рынками был и назначал там каких-то директоров хрен пойми кого сам Гудков конечно все отрицал из-за отсутствия прямых доказательств и угрожал Единой России компроматом на них он говорил что вы ко мне пристали я же как у всех бизнес на жену ничего у меня нет я голодранец против него в Госдуме выступила Единая Россия и ЛДПР в итоге 1 ноября Следственный комитет ничего не нашел и дело возбуждать не стал а не стал он возбуждать дело потому что они переписали бизнес с жены на хорошего приятеля Гудкова мы к этому еще вернемся в конце декабря 2012 года Конституционный суд сохранил неприкосновенность за Гудковым то есть с Единой России все-таки удалось прийти к консенсусу и договориться для Гудка вопрос неприкосновенности он принципиален есть у тебя неприкосновенность ты хозяин нет у тебя неприкосновенности ты холоп ты как народ ты как все тебя любой гаишник может остановить и отдрючить и в 2011 году Гудков в этом убедился на личном опыте в рамках рейда против незаконно установленных мигалок из торбоскопов сотрудникам дорожной полиции был остановлен в центре Москвы автомобиль с государственным номером Е404 РЕ177 регион принадлежащий Гудкову вот эта машина базовая комплектация с двигателем 2 литра который Гудкова старшего с места не сдвинет стоит 3 миллиона 750 тысяч рублей или 65 тысяч долларов опаздывающий на совещание Гудков не дождался когда полицейский ему вернет права и уехал управляя автомобилем без прав при разговоре с ментами Гудков очень негодовал что его вообще остановили как простого работягу из народа говоря вы нарушаете закон нарушение началось с тебя и твоя остановка это следствие твоего нарушения закона что касается опоздания на совещание слушай мы вот видим там в телевизоре как вы в этой Госдуме там даже половина вас не находится как вы прогуливаете эти свои там все совещания у вас там один какой-нибудь шнырь со всей фракции бегает на эти кнопки жмет при голосовании муж может по телефону позвонить зачем там сидеть но именно в этот день Гудков захотел все сделать по справедливости а какие-то менты со своими холопскими законами помешали ему вовремя прибыть на совещание в итоге за езду без прав за то что он свалил от ментов не дожидаясь за мигалку ему впаяли штрафа 500 рублей и вернули права связи это дело такое полезное то есть рейд проводился вместе с ВСБ ну Гудков это так похер было вы можете посмотреть видео целиком я его оставлю в комментариях внизу там есть его разговор далее после вот этих терок с единой России ну по поводу бизнесов Гудкова он и решил стать оппозиционером то есть поменять окоп в январе 2013 года приперся на марш против подлецов Гудков марш против подлецов это в том числе и марш против тех кто мотается с мигалками и плюет на всех остальных пришел он на этот марш и уже в марте его вышвырнули из справедливой России с формулировкой задействия наносящей вред партии дальше он что-то с Прохоровым мутил я так понимаю когда тот на выборы шел потом бегал по Болотным с Навальным и Немцовым за честные выборы агитировал во время выступлений на Болотной Гудков заявил что сдаст депутатский мандат после отнятия мандата управящей партии то есть в мыслях Гудкова никогда 14 марта 13 года заявил о создании партии социал дерьмократы России СДР туда вошел еще Сынова Дмитрий Гудков и Пономарев то есть в руководство вот этого СДР вошли те кого вышвырнули из справедливой России потому что они болтались по Болотным и так далее только непонятно зачем они вступили это тогда в эту справедливую Россию если у них такие оппозиционные взгляды то есть сплошные какие-то метания СДР создала коалицию с яблоком 25 января 2014 года на каком-то съезде алиянс зеленых и вот эти вот социал-демократы России объединились партию с названием алиянс зеленых социал-демократов какая тонкость Геннадий Гудков занял должность сопредседателя в этом огороде который они нагородили что касается вот этих терминов социал-демократ национал-демократ либерал-социалист и вот остальной вот этот бред эти люди которые так о себе заявляют они либо запутались либо считают что они самые умные и хитрые и пытаются усидеть на двух стульях при этом в любом случае говоря я не я корова не моя вот как он может выкручиваться например он говорит я не демократ я социал-демократ или я не социалист я социал-демократ при этом я и демократ потому что слово демократ в этом слове есть и социалист тоже так вот они пудрят нам мозги потому что на самом-то деле они никем не являются никими ни социалистами ни демократами Вот я лично себя никем не считаю, там, ни националистом, ни демократом, ни либералом, не знаю, там, никем. Нахрена мне вставать в это стоило и вешать на себя этот ярлык, какой бы то ни было. Как ситуация требует, так я и буду принимать решения, исходя из здравого смысла и логики, а не исходя из того какого-то слова, которым я назвался в связи с новым веянием моды. У них же вот модно либералом быть, они либералом называются, было модно демократом, они демократами. То есть сейчас модно националистом быть, все националистами стали, даже Путин. Все вот эти названия делаются для солидности и показухи, то есть это не просто Ваня или Вася, это социал-демократ. И уже создается впечатление, что человек что-то из себя представляет, если он себя так называет. На самом деле это иллюзия и пустое словоблудие. Если слышите, как человек дает себе или кому-то характеристику вот этими словосочетаниями, или там либерал, демократ, лучше бегите от него. Получается, что Гудков у нас социал-демократ, ГБшник, оппозиционер, революционер. Фантомасты, фантомасты. При этом полная беспринципность. С 2001 по 2007 являлся явным сторонником Единой России. Отличался пропутинскими и провластными взглядами, то есть был за них. Остро критиковал оппозицию. То есть я так понимаю, Гудкова в ГБУхе научили, что если не умеешь побороть, организуй и возглавь. Также он утверждал, что бывших ГБшников не бывает, верю, не бывает, ты не бывший. Ни разу не выступил против Путина, наоборот, его хвалил. Еще один косячок за ним. Некто протеерей Владимир, фамилия Шабаев, обвинил Гудкова, что в 1985 году проводил обыски и вел изматывающие допросы служителей церкви. Преследовал его самого, использовал аморальные методы и украл его имущество. Ну, честно сказать, служба такая. Гудков этому Шибаеву ответил, что он никогда не участвовал в обысках священников. Я вообще награжден орденом РПЦ. Тсс, ты не говори никому об этом. Сейчас РПЦ проворовалась полностью. Ты же оппозиционер уже. Какой РПЦ, какой орден, ты что с ума сошел? Несколько лет я охранял бесплатно монастыри, которые реставрировались. У меня прекрасное отношение с духовенством в Коломне. Кто бы сомневался-то с РПЦ, я уверен, что у тебя замечательное отношение. Если бы я все это делал, обыски и т.д., уверяю, меня бы не наградили. Ну, здесь с тобой можешь поспорить, потому что у нас Гундяев тоже, бывший сотрудник КГБ. Ну, наверное, вы там находите общий язык. Сколько я промудохался вот по этим ЧОПам, охранным предприятиям. Ты вот давай-ка нам не рассказывай про то, что ты что-то бесплатно охранял. Охранял не ты. Вот что такое охранное предприятие? Это посредник между охранником и тем, кому нужна охрана. И вот в каждом охранном предприятии сидит вот такой вот гена, бывший мент или ГБшник, который рассказывает, как ты должен самоотверженно выполнять свою работу за 65 рублей в час. При этом он 70%, которые начисляют за охрану, наниматель кладет себе в карман. Я даже вот в Гудхове голос этот узнаю и манеру разговора. Храмы ты бесплатно охранял. Ты раб охранника охранял, которого ты выставил. Охранный бизнес у него бесплатный. Да ты это сыновьям своим расскажи, они тебе у виска покрутят. Из комментариев на канале Артподготовка под эфиром, когда он приперся. С такими, как Гудхов, революция обойдется без крови. Не до ума какой-то написал. Ты кишками своими подавишься, с такими, как Гудхов, а не то, что без крови. Он даже в качестве заложника тебя жалеть не собирался. Ради дела и престижа в его понимании. И не революция ему нужна, а игрушки его вернуть обратно. Удостоверение, мигалка, неприкосновенность. На рычаги управления сесть. Все остальное у него в избытке и сейчас, и при Путине. В твиттере Валуев ему какой-то бред писал. Ну, дело на самом деле не в Валуеве. С Валуевым и так все понятно. А оппозиционер Гена Гудков ему ответил. Простите, я думал, вы умней кухарки, которые когда-то поручили управлять страной. Что любая кухарка может управлять страной, это сказал Ленин. Хотя сам он не рабочий класс и никогда им не был. Гудков, говоря эту фразу, имеет в виду, что в управлении могут находиться только какие-то особые люди, как он. А весь рабочий класс он обзывает кухарками. Они в его понимании как бы и не люди, им там не место. Очень странно, потому что сам-то он кто такой? Препод английского. Что касается его вот этой школы там, разведки, ГБУха, да? Его ничему там не научили. Разведчик, а врать не умеет. Дети врут хитрее. Полковник ФСБ, офицер разведки, а врать не умеет. Он как Путин. Я не знаю, меня вы не обманули своим враньем. Вы интеллектуалы хреновые, вы что людей оцениваете по профессии? Даже не по профессии, а по тому, кем они работают. Потому что сейчас 80% после института никуда устроиться не могут на работу. Все ваша блатота занимает. То есть и во власти тоже одни ваши блатные должны быть. Я вот могу привести пример некоторых ваших кадров. Не из кухарок, а так сказать, люди интеллектуального труда. Вот называю фамилии. Поклонская. Это подполковник юстиции, имеющий юридическое образование. Городит такую ахинею, что уже даже свои ей говорят, чтобы она заткнулась. Медведев. То же самое. Никакой ни логики, ни здравого смысла. Нифига, человек вообще преподавателем работал. Гудков, он даже тебя умнее, судя по диплому. Песков, то же самое. Лавров, туда же. Ну это вообще дипломат, матерится. Ну Путин, юрист, одно слово. Захарова, это вообще не пойми кто и откуда. Федоров из НОДа, туда же. Вот это я назвал ваших интеллектуалов. Вот это не кухарки. Это как ты. Вот эти вот должны страной управлять. Они на своих местах, по-твоему. Их фамилии можно перечислять до бесконечности. Да вам сортир нельзя мыть доверить, а не то, что государством управлять. Ни минуты не работали и при этом даже не слышали слова ответственность. Кухарка, блядь. То есть, по мнению Гудкова, все работяги это тупые ублюдки, которых никакой власти подпускать нельзя. На мой взгляд, Гудкова с его птичьими мозгами очень далеко до рабочего класса хотя бы. А на самом деле он просто понимает, что если придут работяги, то с него тут же спросят. Приперся в оппозицию и еще хватает наглости вот так вот понтоваться неуважением к рабочему классу. Далее про его сыновей. Ну как бы сын за отца не в ответе, но в ответе за самого себя. Я вот пока не прочитал про вообще семью Гудковых и не знал, что у него два сына. Думал, что у него только один вот Дмитрий, Дмитрий Гудков. И я хотел привести в пример, что вот обычно у там богатых людей, когда у них там два сына, то один умница, а другой ненормальный. То есть, ну как там в фильме, например, вот «Двойник дьявола» про Саддама Хусейна, где показано, что один сын Саддама Хусейна психопат, алкоголик, там, маньяк, наркоман, а другой умница. Или, например, фильм вот про Буша, где показано, что Буш младший самый кретин из кретинов в их семье, а его брат как бы абсолютно нормальный парень. Хотел сказать, что Дмитрий Гудков вот такой вот умница, но оказывается, семья Гудковых может быть таким же примером, даже придумывать ничего не надо. Младший сын Геннадия Гудкова Владимир. Информации на него практически нет, то есть, даже дату рождения я не нашел. Выглядит он вот так, то есть, часы на руке, ну, я не знаю, наверное, не золотые, железка какая или позолота, куда уж там. Вот. Я про него лучше прочитаю слово в слово, чтобы что-нибудь не напутать. Одно из крупнейших коллекторских агентств принадлежит клану Гудковых. ООО – центральное долговое агентство. Выбивают долги в Москве, в Подмосковье, в СПБ, в Ленинградской области, Тульской, Нижегородской, Сверловской, Самарской, Ростовской, Челябинской, Тюменской, Новосибирской, Красноярском, Краснодарском, Ставропольском краях, Татарстане, Башкортостане, Ханты-Мансийском, Автономном округе и в других. В числе клиентов Сбербанк, Альфа-банк, Урал-Сиб, Райфайзенбанк, Ренессанс-кредит. Вот это центральное долговое агентство входит в Ассоциацию региональных банков России и Ассоциацию европейского бизнеса. Если есть кредиты в этих банках, то вы запоминайте эти рожи. Это они ваши хозяева, они же долги ваши перекупают. Главный офис ЦАДа расположен в Москве. Созданное 12.01.2007, центральное долговое агентство является составной частью объединения структур безопасности Аскорд, охранно-детективно-коллекторской империи семейного бизнеса якобы в прошлом клана Гудковы. Геннадий Гудков и Дмитрий Гудков очень негодовали якобы о том, что власть наезжает на их бизнес и его разрушила весь до основания. В действительности Гудков-старший передал Аскорд своему подчиненному, своему доверенному лицу Владимиру Дадашьевичу Меликову. Собственно поэтому тогда, когда в Единой России пытались завести уголовное дело на это все и не стали заводить, потому что он, как он сказал, формально нет доказательств. То есть он передал все. Теперь он вот этому Меликову плюнет в харю, скажет, что он его знать не знает и никаких бизнесов у него нет, и он про них даже слышать не слышал. Холдинг никуда не делся, не испарился, как не испарилось и Центральное долговое агентство. Учредитель и генеральный директор Центрального долгового агентства Владимир Геннадьевич Гудков, младший сын Геннадия и младший брат Дмитрия. В политику он пока не лезет, коллекторствует под внимательной опекой лишившегося бизнеса в кавычках папаши. Значит, старший сын Гудкова, Дмитрий Гудков. Ну, дата рождения 19 января 1980 года, 37 лет ему. Дмитрий хороший парень. На этом предложение заканчивается. Беззаботная улыбка, от которой девки кипятком суп, модная челка, легкий загар в любое время года и обязательно дорогой костюм. Я вот смотрел на него и думал, что меня в нем смущает, он же все правильно говорит. И понял, единственное, что может вызывать в нем недоверие, кроме его папаши, младшего брата и дорогого костюма, это его взгляд, глаза. Видели, какой у него опустошенный взгляд на вот этих вот заседаниях и эфирах? Как у такого парня может быть такой взгляд? Ну, одна причина у него есть, точнее пять. У него две жены, одна, естественно, бывшая, и трое детей на два брака. Ну, понятно, там пеленки, готовка, стирка, то есть выбивается из сил парить, но держится. Еще эти походы по радио, где град вопросов, на которые ни один здравомыслящий человек не знает, что отвечать, если нельзя материться. Естественно, с таким папашкой быть это не проблема, на прислугу все повесил, ненормально. Но что касается его взгляда, вот привожу пример. Например, если взять Тимати, который вот кривляется на сцене, и посадить его в Государственную Думу или отправить на эхо, чтобы он пропустил через себя все вот это дерьмо, которое у нас творится с рядовыми людьми, именно пропустил, потому что дерьмо это в них не застревает, сами они живут абсолютно другой жизнью, то у него будет точно такой же взгляд. По Диме видно, что когда он приходит на эфир, он думает вот так вот. Опять этих мудаков, бедняков с их маленькими зарплатами будем обсуждать. Мне до ваших дел! А так вообще он говорит все красиво, правильно, только непонятно зачем и с чего вдруг. Он как врач в районной поликлинике, который все понимает, выслушает тебя, возмутится, поругает виновных, обязательно тебе пожелает удачи, но при этом ничего не сделает. И возможности даже такой делать не имеет. Ну вам вот легче становится после того, как вы его послушаете. Он вот как в нашей Раше, золотые слова, Юрий Венедиктович, не бережешь ты себя, Юрий Венедиктович. Это вот ролик чисто про него, ну вот нормальный такой мажор. Дима Гудков необычный депутат, он хороший депутат, хороший, потому что понимающий. Я вот почитал в интернете про него, пишут, что он там в Твиттере банит всех направо и налево. Ну он как-то заявил, что он очень много общается с населением, ну будучи депутатом встречается. Ну наверное это население ему в интернете-то уже обрыгло. Мне вот кажется у него наверняка есть какой-нибудь человек, который отвечает там за него, ведет эту страницу. Но он периодически, наверное, подкидывает ему информацию. Может иногда сам заходит. Я не думаю, что он занимается этим Твиттером. Ерунда какая-то, зачем ему это надо самостоятельно? Меня вот нет ни в Твиттере, там нигде, ни в ВКонтакте, ни в Одноклассниках. Но при этом я нашел скриншоты, где запечатлено, как семья Гудковых угрожает тем, кто по их мнению как-то негативно высказывается в их адрес. То есть по их мнению, кто про них пишет что-то негативное, нужно обязательно найти и наказать. Не любит у нас оппозиция свободу слова. Ох, не любит. Для тех, кто не врубился и верит в случайности и совпадения, поясняю, что ежу понятно, что все делишки в этом семействе делаются под покровительством ГБшных связей Гудкова-старшего. А то мало ли кто подумает, что его сыновья такие способные и самостоятельные ребята. Без столь серьезного покровительства они в Макдональд себе были. И не кухаркой, как Гудков сказал, а там, я не знаю, гриль очищать, со столов подносы убирать, пол мыть без остановки. Подводя итог про Геннадия Гудкова, я видел, как он приперся на артподготовку. Сидел там со своим пузом и вот, вы давайте, делайте быстрее революцию. А мы руководство примем на себя, нет проблем. А то совсем эти путинские оборзели, задвинули нас не пойми куда. Мигалку отобрали, на бизнес грешат. Я что, рыжий что ли, чтобы батрачить как народ? Не-не, революцию нам и побыстрее. Я тут зашел проверить, как вы справляетесь. А вообще мне некогда. Я поехал. Вот как он гаишникам сказал, что некогда мне с вами тут стоять. Поехал я. Я вот не могу понять, с кем и ради чего он собрался бороться. Вот у меня, например, работы нет. Ему чего не достает? У него квартира в Лондоне. То есть стоит 180 миллионов рублей. Тачка за 5 миллионов. Какие-то мигалки требуют, удостоверения какие-то. При этом он все равно говорит, хотим порядка и революцию. То есть, ну, оборзел в корень. А народ, дураки, даже не видит этого и не хочет видеть. Мало вам 17 лет? Нужно, чтобы еще одна жизнь прошла. Вот особенно молодежь. Я не знаю, приходит мужик 60 лет. Ты хоть поинтересуйся, где он шарахался 60 лет? Что он делал? Он же не слесарем на заводе работал. Хотя взрослые люди тоже идиоты. Ничего не помнят. Память как у девки. Лучше бы слесарь приперся, который всю жизнь пропахал, ничего нету и что-нибудь умное бы сказал. Если еще такие слесаря остались в здравом уме. Тут человек всех всю жизнь посылает нахер за километр. Ментов, ФСБ, вообще насрать. Он сам себе и менты ФСБ. При этом один сын натуральный бандос, коллектор. Не просто там какой-то бык с рынка, а такой, как сейчас модно говорить, новой формации. А второй депутат ходит факты, констатирует. Делает работу с журналистом, при этом имеет удостоверение и зарплату депутата. Он и есть журналист. Дмитрий Гудков по образованию журналист. Он МГУ окончил, журфак. Чем он и его папаша, препод английского, отличаются от человека, который работает поваром и кухаркой. Я вот этого не понимаю. Это иллюзия, что все юристы и журналисты умные. У нас юрист Путин и Поклонская. А журналисты Киселев с Соловьевым. Это что ли по вашему олицетворение ума? На эхо Москвы любят болтать, что там Путин кто угодно, только не дурак. Да не дурак, дуракам везет. А он какой-то бедовый, судя по результатам своей деятельности. Путину повезло в одном. С народом. Таких терпил и в таком количестве нет больше ни в одной стране мира. При всем том, что я наперечислял про Гудковых, никто даже не сомневается в порядочности этого семейства. Нахрена им порядок, если они в беспределе, как сыр в масле катаются и ни в чем себе не отказывают. То есть для них, видимо, вопрос-то не в порядке стоит, а в руководстве. Кто будет у руля, они или нет. При порядке сын Гудкова не будет директором коллекторского агентства. А он сам не будет отделываться какой-то сраной штрафом-пятихаткой за то, что ездил с мигалкой и свалил от ментов. И это как минимум. И опять ему во власть понадобилось. Ты обосрался, хватит. Ты бесполезен. А может быть еще и даже вреден. После своих делов лучший вариант свали в свою квартиру в Лондоне. Робин Гуд хренов, революционер. И пацанов своих забирай. Нам не нужен здесь этот коллектор и пиджак думский. Здесь и так их с избытком. Перебежчики, конечно, могут становиться оппозицией. Ну, заблуждался человек, с кем не бывает. Сделал выводы, поменял взгляды. Но в любом случае, они могут быть только рядовыми членами. Никакой речи о том, чтобы сидеть во главе, быть не может. Особенно такие, как Гудков, которые своих взглядов не меняли. На этом все. Если вы досмотрели это видео до конца и вам понравилось, тогда скачайте его себе. На случай, если вдруг нам опять будут угрожать под пушкой, требовать удалить это видео. Можете перезалить со своего канала, поставить на монетизацию. То есть у нас открытая лицензия. Это не будет как нарушение авторских прав или правил Ютуба. Все, пока.